приветствую выступим так сказать с интересной новостью может быть вы уже видите заметили может быть нет может быть вы уже видели это в других видео но идея такая появилась новая эксклюзивная достаточно с одной стороны с другой стороны недорогое в особенной степени черное исполнение нойки вы можете заказать матовую черную нойку просто несколько клиентов спрашивали возможно ли это потому что у них в основном черные ножи с черными рукоятями вот как здесь и им было бы ну как бы идеально удобно да чтобы нойка была черной угольный черный как будто вот она реально сделана из уголька я так проскинул мозгами что в принципе это вполне возможно и единственных пару моментов я чуть позже в конце видео скажу а так в принципе да теперь нойку можно заказать угольно-черный и в итоге ножи черного цвета будут вот смотреться примерно вот так я считаю что это довольно здорово нарядненько это необычно для мойки да то есть но и к обычно такая более натуральное а-ля дерево и все такое но вот в данный момент вот сейчас очень хорошо передается цвет это реально угольно-черный кстати я видел как у клиента ножи стоят именно вот так в нойке задвинутые в полку он их вот так выдвигает на себя берет нужный или вот так наклоняет берет нужный и задвигает обратно зачем чтобы ребенок не цеплял их ничем не пытался сбить хотя я бы на самом деле наверно убрал бы совсем вот кстати моя собственная ноечка я ее уронил вот сломалась я ее просто подклеил себе на самом деле как она у как я уронил как она упала ну метров с двух наверно она упала с парой ножей удар был очень сильный и прямо на угол на этот тоненький язычок вот при этом она но на самом деле не сломалась в полной степени просто я уже дальше ее отломил для того чтобы понять что происходит и до какой степени но но и кс твердая естественно но 4 миллиметровая фанера не творит каких-то чудес по прочности с одной стороны с другой стороны но и к 10 достаточно прочная конструкция единственное и узкое место да вот эти вот тоненькие вот здесь места где надо быть просто осторожней при сборке ну очень редко кто-либо их ломает то есть пока это был только один единственный случай когда одна такая штучка при сборке сломалась я так понимаю что человек допустил ну неосторожность какую-то да такую откровенную при сборке в любом случае если у вас что-то сломалось то обращайтесь есть ремкомплект и это все можно заказать там недорого совсем получить и собственно говоря нойка снова будет в порядке вот так что что касается черной нойки надо понимать что матовый черный он будет чувствителен к влаге то есть его сверху уже маслом покрывать нельзя и соответственно матовая черная нойка к влаге будет чувствительно в каком смысле не хватайте и мокрыми руками потому что иначе будет хуже вот мог может она может немного покрасить руки она может может да это не обязательно вот она может слегка окрасить ножи если вы положили нож мокрыми руками мокрый нож на нойку вот это такие вот предупреждения потому что все остальные исполнения нойки которые пропитка маслом там цвета были цветные заказы и смазанное маслом но и когда она естественно не красится ничего там и воды не боится вот такая вот история кстати сейчас практически так уж совпало так получилось интересно что стоят ножи которые на нойке которые объективно говоря все точены и уже попользованы и давайте бонусом концу этого видео те кто посмотрел послушал я смогу вам рассказать в двух словах о сталях и так за гс c 0 3 100 демоновские 440 7 стали точно давно стать точно не идеальным образом честно скажу торопился достаточно сильно когда точил но качество заточки в плане остроты нормальная просто в плане визуала меня немножко ну как бы то есть я клиентам так бы не поточил визуально было бы гораздо лучше вот и кур плюс этом экспериментировал с финишем поэтому здесь финиш не очень острота при этом все равно дикая агрессия максимальная экспериментировал с финишем именно для агрессии и это 440 c еще не села выдержала очень много в dc поэтому стадемоновская 440 c получает зачет как это ни странно ганза 729 точно тоже достаточно давно до сих пор зараза острый получил пару маленьких коцак но в общем и целом до сих пор очень очень острый 440 c от ганза как всегда плавает по качеству мне повезло с этим экземпляром line steel dagetta d2 line steel dagetta d2 офигенный по стали нож это просто бомба они стали здесь сделан и прекрасный по качеству зеркала финиш и объективно говоря по остроте и агрессии особенно при участии да как бы особенностей стали и закалки здесь все очень и очень и очень круто и это наверное один из моих любимых ножей потому что его надо точить редко и он очень хорошо держит это очень благодарный после заточки нож можно очень долго резать я его точу всего второй раз жизни а использую в хост и в гриву протек годсон наверное самое большое разочарование по стали на перспективу потому что в начале кажется офигенный финиш очень клёво очень остро заточен бреет буквально с отлетом но потом ну сейчас он такой потому что я его недавно относительно точил но у него сталька очень легко сыпется она перекалена ну может быть они это делают специально но факт остается фактом она достаточно перекалена и поэтому нож там по продуктам остается хорошо режущим но вот острота по бумажке и прочему она слегка падает и это правда со временем я бы сказал что протеку надо быть чуть-чуть было бы пересмотреть свой подход к 154 лично на мой взгляд либо уже пора пора давным-давно как бы было менять стальку но сейчас они поменяли в общем у них сейчас есть другие стали вот дальше бенчмейтовский mail пардюшный 530 бенч довольно любопытный нож сам по себе неоднозначный все там про него одно другое говорят но мне он нравится так вот на этом на же 154 закалена хорошо я точил один раз пять лет назад пять лет назад я не прикалываюсь нет вру стоп прошу прощения я не прикалываюсь пять лет назад я его точил один раз на камнях водниках и после этого он у меня очень быстро сел даже шесть лет назад сел почему потому что я не заметил что оставил заусенец и оказывается загнулся заусенец а потом я точил его четыре года назад на точилке апексовской китайском апексе на ганза короче говоря и с тех пор он был ну как бы вполне адекватен и сейчас по сей день он остается острым как таковым острым ножом у него отблескивает режущая кромка вот здесь на кукончика и еще слегка вот здесь чуть-чуть и на этом в принципе все он реально острый это тот нож который я бы не стал зажимать в руке или проводить пальцами по режущей кромке с нажимом как иногда бывает когда я говорю что нож реально тупой на мой показатель нож тупой хорошо положи на ладошку проведи как бы с нажимом небольшим готов готов значит нож тупой если не порезался если порез значит зря был готов и нож был острый вот это острый нож до сих пор да конечно он не сравнится ни с одним из этих по остроте вообще ни разу по агрессии реза вот с этим и с этим не сравнится здесь в принципе ничего но с другой стороны здесь закалка однозначно лучше чем на гриптилинах вот этот точно абсолютно точно на гриппах 154 закалена гораздо хуже и это правда ну вот такое получилось видео такое на заваленке поговорили и заодно про нойку рассказал на этом все пишите что кажется по цвету нойки хорошо это или не хорошо нравится или не нравится если у вас есть уже нойка заказали бы вы нойку черную если бы это когда-то было возможно ну и собственно говоря что по сталин вы можете тоже прокомментировать сказать пишите комментарии мне всегда нравится их читать я по мере возможности всегда на них отвечаю вы наверное замечали что я стараюсь отвечать до свидания